всем привет уважаемые подписчики канала crazy money и сегодня у нас интересная тема на нашем канале а именно обсуждение краха луны и крах и уст который произошел буквально днях если мне память сейчас не изменит потому что я потерял ощущение реальность пространства и времени это произошло 11 мая 10 11 мая все это началось я сам лично потерял довольно таки приличную сумму юрист это как держал стайбл коины там на тот случай если крита будет падать и я буду откупать конечно же было очень неприятно и первый день все это переживала сейчас уже нормально после этих событий уже с холодной головой на будем анализировать что произошло со мной сидит сова мой коллега я тоже криптоэнтузиаст криптизе 2017 года и мы сегодня с вами об этом поговорим сова что ты вообще думаешь по поводу к луны почему это произошло и кто за этим стоит но если помнишь когда вот только-только луна начала падать у нас было очень много разных доводов или идей почему именно луна и почему его давили прям до нуля было еще такие даже можно сказать смешные моменты как возможно там сидели несколько представителей крупных криптоиндустрии таких как и уэсдисиев из детей и возможно другие блокчейном больших да который тоже держит стейбл коины и может быть вода луна со своим юст как-то так как-то надменно начали разговор что их юст может когда-то побить юст и ее дети и юсдиси и возможно на этом фоне такие крупные игроки как black rock через аламеда ресерч сказали ну мы тебе покажем луна тебе покажем кто тут хозяин да скажем так и я думаю это но это более в таком шутливом варианте если это придумать эту историю в эту очень негативную историю придать немного комедии да что просто взяли не нагнули луну по самые что есть не могу это лучшую давай давай основном хронологию событий я могу ошибаться дата когда началось падение юст это не помнишь буквально три дня назад по моим первые такие шил щелчки что у меня три четыре дня назад это будет 10 мая до 10 мая началось то есть сначала не успею по вода 0 7 потом она восстановилась я на самом деле тоже не обратил внимание на это хотя это были первые звонки того что нужно было уже тогда выводить как бы я вам скажу что я например усреднился и продал весь уюст и монеты которые были на данном протоколе где-то за 05 то есть 50 процентов я потерял что касается теории заговора и кто это мог сделать есть несколько версий на этот счет а я думаю одна из не скорее всего рабочая первая версия это сделала амеда ресерч и она шевертила луну заработал на этом огромное количество биткоинов несколько тысяч это не секрет и говорят что они все это сотворили за сигналами или определенное количество определенное количество юсти и слили и слили по сути поэтому здесь как это произошло они закупили и потом начали это резко сливать за счет этого произошло единистры купили правильно наверняка я сразу билю это тоже заметили постепенно постепенно это начал происходить я так Вторая вещь это произошло в связи с тем, что BlackRock и Citadel, которые являются крупными фондами, одними из самых крупных на фондовом рынке, в связи с регуляцией криптовалюты, которая сейчас должна произойти в США, скажем так, дали определенный хороший повод для этого. А именно они просто огромными деньгами зашли туда, продали определенное количество биткоинов владельцам даны по скидке, таким образом купив большую ликвидность USD и потом просто резко начали ее сливать. И после этого начался паник сейл, что привело к результату того, что USD сейчас торгуется на уровне 20 центов. Я читал, что они слили не так много денег на самом деле, всего лишь 350 миллионов на одной бирже только. 350 миллионов? Да. То есть это и привело к краху в других биржах. То есть на одном бирже продали эту сумму сразу же, когда, если заметил, если в одной бирже какой-то стейблкоин или какая-то крупная монета начинает падать, то в других бирже, соответственно, его начинает опускать. Да, при этом... И при этом... Биржа, которую слили, она не такая уж большая, понимаешь? У него нету таких объемов. Если бы это было бы, например, на Binance, то Binance это выдержал бы. Или какие-нибудь там другие, FTX или Coinbase, они выбрали наверняка биржу, в которой нету столько ликвидности, но из-за того, что там она уже начала опускаться, как ты сказал, страх и риск началась подниматься, другие начали сливать его очень быстро. Ну, я здесь с тобой не соглашусь, потому что где ликвидность маленькая, она на самом деле не влияет на многие биржи, потому что это можно судить по некоторым монетам. Некоторые есть мелкие монеты, когда ликвидность маленькая на какой-то бирже, ее стоимость намного, там, ну, условно, выше или намного ниже. При этом, как бы, на тех биржах, где присутствует большая ликвидность, там цена, она средняя везде. Ну, я считаю, что здесь просто, не знаю, какая сумма в итоге была, но это привело к тому, что у UST и у Луны алгоритм работают следующим образом, что когда не хватает ликвидности для UST, начинают печатать Луну. Луну начинают печатать при помощи, ну, это заложено в их смарт-контрактах, и, как я понимаю, они начали печатать это в огромном количестве. Чему это привело? Это привело к тому, что Луна начала активно продаваться на рынке, и, соответственно, это привело к тому, что сейчас Луна ничего не стоит практически, а стоило 80 долларов, а многие люди потеряли огромные деньги на это, но такова крикда, такова цена децентрализации. То есть, вот такие вот две версии, которые сейчас у нас имеются, и почему это произошло. Это, соответственно, вызовет большой страх у других людей, которые будут инвестировать в криптовалюту в будущем, и другие стейблкоины. Но при этом, конечно, это, с другой стороны, большая возможность. Я лично склоняюсь к тому, что это сделал не BlackRock и Citadel, склоняюсь к тому, что это сделал Alamed, потому что Alamed – это не одна компания. Это вот все венчуры, которые есть на Alamed и группа компаний, по сути, это одна контора. Их просто разделили на некоторое количество. Я, общавшись с людьми, которые, скажем так, близко знакомы с деятельностью Alamed, что если считали, что если их активы перевести, все их активы и те биткоины, которые у них есть, перевести сейчас в биткоины, у них получится несколько миллионов биткоинов. Уже? Да, уже это, с учетом нынешней стоимости. И, конечно же, это, знаете, такое... Огромная сила. Огромная сила, да, и там, где нет этих компаний, наверное, туда, может, как-то лучше, не входить за исключением топовых криптовалют и старинных криптовалют. Топовых, которые в топ-10, как Луна? Нет, знаешь, вот есть биткоин, есть эфир, есть ZKash, есть Litecoin, есть такая компания, как Grayscale. Grayscale, есть CME, товар на Чикагской бирже. Вот у них крипты очень много, огромная криптовалюта есть. Да, 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 очень такие. Если, да, условно, такие вот криптовалюты шортить и опускать их на дно, это будет не стейли и уга-кошить, ее просто выкупят на определенную. Они, например, условно, понизят для определенной цены. Какой риск есть? Риск того, что какой-нибудь зайдет в какой-нибудь дядь и купит все. По очень дешевой цене. И не отдаст тебе потом, никогда. Ну вот, я тоже читал, что есть большой риск у валидаторов, которые говорили. Те, у которых много монет, они могут повлиять сейчас на сам блокчейн Луны. Так как он очень дешевый, есть страх. Помнишь, как-то мы общались насчет того, что у кого больше монет будет, больше 51%, тот имеет голос на блокчейне. Для этого я читал новостях, что валидаторы этого опасаются. Но сейчас, согласно той информации, которую я имею два дня назад, вчера мы, получается, общаемся, я в закрытом зуме с одним из валидаторов Терры. Он состоит в одном чате с этим корейцем, Тон Хон, если не ошибаюсь. И он рассказывал следующее, что сейчас их главная задача, они перезапускают новую сеть. И это будет новая Луна, учитывая предыдущие ошибки. Так как предыдущая Луна – это огромная все-таки экосистема, которая обрушилась, и они планируют это все перенести на новую сеть. И таким образом те люди, которые владели Луной, владели UST, там есть определенные какие-то условия, им насыпят эквивалентно токенов тому, что у них было. Если они держат все еще или даже если они продали? Вот на счет того, что если продали, я думаю, что все. Да, я думаю, что тебе тоже накапливал. Может быть, но я сомневаюсь, но я продал, зафиксировал, ну и неизвестно будет, что будет с новой Луной. Если даже не наступит токен, а выстрелят ли они? Ну, в прошлом Луна очень хорошо выстрелила. Но здесь они сейчас потеряли свою репутацию. Это все будет зависеть от того, кто будет теперь их поддерживать. Согласен. Кто будет их поддерживать? А может, Аламеда? Вряд ли. У них есть своя экосистема, своя Солана, которая очень сильная. И многие... Вот по поводу, кстати, еще одного момента с новым блокчейном. Но я считаю, что это приведет в итоге к тому, что, возможно, этот проект выстрелит тоже. Почему? Потому что у людей некоторых память короткая, по крайней мере, сделает пару рекламных акций на этих компаниях. И снова эта монета взлетит. И все-таки есть возможность у тех людей, которые... Потеряли. Потеряли. Хоть частично как-то купить те потери. Потому что у меня есть, например, знакомые, которые потеряли миллионы долларов на этом. И знакомые знакомых купили Луну на падении, на 200 тысяч. А через день, 13-12 мая, она упала вообще еще на 90%. То есть их 10 тысяч превратились в ничто. А ты купил Луну после падения? Нет. А я купил. Ты купил? Он сейчас стоит как Шиба. Ты заработал на это? Конечно. И сначала ты потерял, а теперь восстанавливаю. Конечно восстанавливаю. Да, потому что на данный момент она на 6 тысяч процентов выросла, да? Нет, на 1500 процентов выросла. 500 процентов за сутки выросла у меня. Вполне возможно, может все восстановится, а USD торгуется по 20 центов. Нет, она уже еще не 20. Она опять сейчас, кстати говоря, падала. Да, пока мы говорим, цена очень часто меняется. Еще один момент интересный, который задавали многие люди в общении с валидатором, это бывали обеспечены USD, биткоинами. По той информации, которую дал валидатор, да, у них был план на 10 миллиардов. Они купили биткофф на 3 миллиарда долларов. Использовали ли они эти битки для того, чтобы обеспечить USD, вернуть его на прежний уровень? Вот здесь вопрос сомнения. Я так думаю, они попробовали часть использовать, когда поняли, что в этом нету никакого толку. Я думаю, они оставили остальную часть для... Не прокатило, да? Для следующего, вот сейчас, вот когда они будут расти, они уже опять с багажом будут расти. Я так думаю. Ну, по-умному так должны были сделать. По-умному, да. Потому что, даже если 3 миллиарда брать, за 3 миллиарда могли они еще удержать как-то цену. А цена прям сильно рухнула без какой-либо поддержки. Ну, первый раз, мне кажется, они поддержали. Да, первый. Но второй, когда вы видели, я так думаю... Да, и там они уже не стали использовать все свои запасы. Согласен. Поэтому новости касательно луны USD такие... Будем дальше смотреть. Да. Что будет. Следите за нашими обзорами. Следите за нашими обзорами. Ставьте лайки. Пишите комментарии по поводу этой ситуации. Что вы сами думаете. Что произошло на самом деле. Какая из версий вам больше нравится. Кто виноват, кто. Кто виноват. Либо может это даже создатели сами все. За скамерами. За скамерами. Кто знает. Ну, это и есть такие теории. И клея для Багама. Багама, да. И есть такие теории заговорщиков. Но мне кажется, на самом деле, все там намного проще, чем вот эти сложнейшие теории с заговором. Там, где там придумывают многоходовочек. На самом деле, зачем это можно? Как-то так. У тебя есть что еще прокомментирует по поводу этой ситуации? Нет, пока нет. Но не рискуйте. Да. Получайте. Не надо сломя голову сейчас покупать лун. Да, мотив каков. То есть, получается, и результат данной ситуации. Рекомендация в результате данного обвала и краха следующее, что не нужно держать, опять же, все яйца в одной корзине. Эти корзин должно быть максимально много. Разные проекты, желательно топовые проекты. И таким образом вы избежите потери всех активов, как некоторые делали. Потому что вот UST и Luna ярко показали это. Что нет ничего гарантированного. Из исключения, наверное, битка. Как-то так. Желаю вам всем хорошего настроения. Рост, битка. Всем пока. Пока.